4 ноября 2015 года компанию мне в нашей экскурсии сегодня составляет несравненная леночка красного как это красный это красен красен красивый да вот все полностью соответствует и погода такая же и настроение поэтому мы посмотрим что нового в шепетовке за то время пока нас тут не было ну начнем с того что очень хорошая погода держится уже вторую неделю днем температура 10-12 градусов очень солнечно и мы сейчас с нашей любимой улице чкалова поворачиваем на проспект но мы вот тут решили значит буквально поехать почему-то в четвертой школе сейчас мы посмотрим но для начала мы остановимся здесь и вы сможете увидеть до новый дом который построен по последнему слову строительной мысли очень красивый по сравнению с другими домами просто еще не успел обвечать это тот дом который очень долго был стоял недостроенным теперь значит сделали уже отстроили пять этажей строительство завершено офисы внизу будут какие-то я даже не знаю магазина наверно дом еще не сдан пока вот но уже как говорится движуха какая то есть сейчас мы надо делочные работы сейчас мы повернем налево на улицу островского тоже вот его еще посмотрим немножко но тут вот ты не помнишь эти вот дома трехэтажки это в каком году их настроили это еще это было очень но семидесятая года где-то по моему все таки 70 речь идет о вот этих домах которые прямо трехэтажные все думали что там будет четвертый жилой этаж но почему-то он не состоялся так второй раз я уже вижу этот форт автобус чувачок моей комплекции наверно через заднюю дверь залезает него вот даже есть тут офис продаж возле этого дома и вот так выглядит да этот дом который наконец достроили да это было такое пятно по шепетовки которая ну как бы забор этот постоянно мозолил глаза это вот не дострой очень не вписывался улица островского собирают листья так кстати где-то же здесь по моему да 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 вот справа вот этот дом машине не 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 мы его уже там там она проехали до дома где жил вот она вот дом вот 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 дом в котором жила наш директор нашей школы машинская елена андреевна и мы это был самый большой и красивый дом шепетов сейчас на время из частных и сейчас ну сейчас он уже это места моей детства даму глиночка где-то здесь она неизвестно как и каким ветром ее задуло именно в первую школу когда четвертой рукой подали я русская слушай мы в то время тут все были русские жуты хочешь пока коммунист не построили в шепетовке были одни русские в кавычках или без а уж когда построили коммунист этих пять тысяч надо где-то было брать уже поехала наше крестьянство едем прямо тут просто справа у нас новая достопримечательность так называемая колыба но да тут все так все по-крутому поэтому мы сейчас пересекаем площадь 4 школы и едем едем прямо слева до 4 школа всего два этажа что-то я тоже пристраивали не пристраивали тут сложно понять вот но по крайней мере тут какие-то домики вот такие справа стоят я сейчас поверну здесь тоже кто-то живут я помню что тут из наш культу не помню я даже не помню кто-то здесь жил но может быть не одноклассники а там друзья детства я не знаю вот но это прямо мы попадаем в этот самый в как называется водоканал по моему так поворачиваем налево но нам предстоит немножко проехать против солнца ну я думаю что это тоже ничего такого страшного не будет так это подружка живет москве это улица а точно улице некрасова а ты вспомни там с той стороны маслозавод был да 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 это улица некрасова ну вот если такая архитектура вот я повернул дома совсем уже до ветки а это наставок дорог а это вот наставки да но это же там мимо костюма не мимо костела ну короче я понял это да 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 как-то так оно и было точно ну вот такая вот такая архитектура такая застройка а мы сейчас тогда послушай наверно лучше будет против солнца наверно мы развернемся лучше тогда уже это сама даже тоже не знаю куда ведет эта дорога куда мы выйдем просто у нас уже есть четко какой дом нам нужен мы сейчас развернемся так будет проще и посмотрим потому что не знаем и куда она ведет некрасова где-то она ведет долей он туда вот в район луга наверно куда она может внести вот еще какой-то переулок здесь сейчас мы все это дело об смотрим посмотрим увидели так далее но я здесь вообще судя по всему не был если может быть когда-то на ставки на велосипеде есть туда так сейчас камеру повернем и чтобы нам посмотреть именно тот дом который нам нужен вот тот дом который нам нужен вот на зеленая крыша до зеленый зеленый забор окры а крыша не зеленая вот вот пожалуйста вот какой-то у нас есть очередная достопримечательность очередной домик очередной подруги леночки красной лучшая подруга видишь ну видно что в москве живет нет они продали этот дом видно что не москвичи купили ну все едем дальше едем дальше внимательно смотрим ну как я как мы уже упомянули это в своего рода это в принципе уже тот частный сектор шепетовки так от которого вроде бы недалеко до центра но это уже в принципе окраина вот детишки идут со школы наверно братец и сестричка может быть пока в женихе невеста на бы строчки по-другому сексе так и вот значит мы теперь выезжаем обратно посмотрели тот домик который нам нужен был вот да ну асфальт только вот на проспекте перекладывали буквально там какое-то время назад по моему позапрошлый год все-таки по моему позапрошлый вот это только один участок переложили и все остальное то что осталось ну так латают иногда и так ну что давайте вот мы сейчас повернем камеру и посмотрим вот это вот четвертая школа четвертая школа я почему-то мне все время казалось что какой-то забор должен быть еще что-то нет оказывается деревянный забор может быть деревянный вот так вот мы видим кусочек четвертой школы посмотрим но сейчас площадь четвертой школы и вот слева тут тоже был очень такой долгострой очень долгострой был давно и вот сейчас значит там есть какой-то у нас продуктовый магазин вот да деревянное кафе это написано по его написано по его и есть теперь уже здесь построили колыбу вот сейчас мы повернем вы увидите эту колыбу да здесь так нужно держать ухо востро тут переезжаешь вот такая деревянная колыба на площади четвертой школы вот тут есть забор но мы даже ничего тут такого нет если мы просто сюда заедем вот таким вот образом а вот это колыба находится на площади 4 школы вот так вот заедем вот и посмотрим что здесь вот слева это здесь пивом торгуют вот такое пивная палатка беседка как угодно а вот прямо это колыба ну колыба подразумевает как питание и проживание но пока ни то ни другое не удалось попробовать все мы посмотрели то что нам это эту новостройку это новый шепетовский объект и и теперь мы значит будем двигаться дальше опять же таки по улице островского потому что потому что она улица островского идет дальше вот здесь освещение получше сейчас очень хорошо видно нет почему летом очень плохо вот такие вот обзорные экскурсии проводить потому как очень много деревьев вот и листва и соответственно вот слева дом я не знаю то ли там директор мясокомбината какой-то то лишь тем то ли кто я не знаю ну какой-то дом который явно относится уже к такому бизнес-классу какие-то состоятельные люди я честно говоря вообще даже вот как-то по шепетовке даже не знаю где кто чего как вот слева этот дом пятиэтажный тоже вроде бы его построила кайта и зястовская фирма построила и вот он вот за три года очень много да самое интересное что вот именно в этой ситуации в тяжелой для страны ситуации да и сохранились вот эти вот и строительство все ведется и я скажу что ну молодцы люди молодцы они объединились как-то консолидировались и ну вообще зашла обстановка заслуживает уважения я считаю именно так ну вот 5 проезжаем мимо нашего дома и кстати останови и езжай по своим делам давайте не это самое не подняться не пони горячку что нормально тут ничего не нарушила мы сейчас переезжаем проспект и вот посмотрим слева есть дом который тоже совсем недавно бывшие военное ателье когда-то там было военное ателье вот но из дома мастерская что такое вот сейчас тут тоже такой достаточно элитный дом тоже на стадии отделки вот пока правда здесь есть забор вот но вот такой дом тоже и первый этаж это будут какие-то магазины офис я уже не знаю куда в шепетовке и сколько их можно ставить и строить этих магазинов ночи да ну тем не менее как-то люди все таки да как-то люди значит рассчитывать на что-то в этом плане так ну тут я должен повернуть камеру потому что справа не что иное как наша родная первая школа без пионеров вот без пионеров без этого самого как музей без львов у нас без пионеров но мы не можем проехать мимо просто так поэтому мы вот заедем сейчас посмотрим мы собрались завтра сюда на экскурсию пройти но мы просто вот посмотрим как выглядит школа как выглядит двор что здесь такого вот первые этажи пластик мы сейчас проедем но одна достопримечательность туалет да в котором ни одно поколение это здесь были по моему пятые классы пятые классы мастерские были вот здесь да здесь вот кстати металлолом как было так и осталось вот собирали вот здесь были мастерские но ничего уже тут не осталось ничего тут нет даже территории мне кажется немножко убрали конечно да да дом забрал дом забрал территорию к настрою вот мы сейчас здесь бы да уже были линейки но это было уже до школа была достроена по моему 75 год при примашевской да и достраивали вот так сейчас выглядит школа и вот на месте мастерских растут деревья мастерских просто-напросто уже нет и очень давно так сожалению мы опять едем против света не все нормально видно но и знаменитый школьный садик который был кислые зеленые какие они были да и здесь конечно уже от этого садика не осталось ничего здесь какой-то типа полу спорт городок полу не поймешь что ну дальше частный сектор дальше дома все вот это судя по всему волейбольная площадка футбольные ворота вот вся школа весь школьный двор ну все равно один из самых больших наверно школьных дворов вот четвертой школе там вообще очень мало так здесь мы сейчас какие-то у нас эти самые вот пожалуйста так выглядит но на тот момент да но правда были такое соревнование с 5 потому что там я помню что когда вот именно 5 которую новую построить ну что здесь прекрасный вид отсюда прекрасный вид на белый дом вот он даже с гербом шепетовки то есть герб шепетовки и флаг все тут уже есть так музей соответственно музей и соответственно памятник островского и площадь вот эта площадь никак по моему не называлась вот она была памятник у памятника упа если площадь 4 школы было то здесь такого вот не было понятия как площадь ну и конечно тут уже поедем исключительно по свету чтобы можно было хотя бы что-то увидеть мы повернем налево и проедем кинотеатр до дом пионеров почему наверное здесь каждый был и каждый помнит то ли это на демонстрацию на парад на дискотеку куда угодно украли львов вы были украдены одного спасли не спасли не знаю ну вот памятника ленина тоже нет ну улица переименована улица улицу небесные сотни героев небесные сотни ну я свое отношение уже высказывал на этот счет я считаю что тот кто строил эту улицу тот имеет право на нет на она на то как ее называть и переименовывать улице я считаю это неправильно хотите небесные сотни стройте свою улицу хотите там того стройте но тут же мы что-то не главное не такое мнение у кого-то другое мнение так ну справа знаменитый юбилей слева легендарные досы да собственно тут все все что есть тут все окутано пропитана вот этим духом наши именно таким шапитовским духом потому что когда человек видит или досы или там какие-то другие достопримечательности лист убрали достаточно чистенько так что вот это уже район парка парке в прошлый раз заезжал одна остановка на автобусе была гостиница следующая парк даже я помню еще как-то умудрялись эту остановку проезжать неизвестно зачем тут пешком-то идти нечего мы еще там что-то проезжали вот как то вот так вот это все слева досы здесь вот где дома делают улица делает поворот тут стояла такая она собственно и стоит сейчас это легендарная будка где заправляли сифоны я думаю что наверное в детстве каждый кто там водичку любил попить или еще что-нибудь вот я сейчас остановлюсь и покажу эту будку но это действительно достопримечательности самое интересное что до сих пор есть ее не снесли правда там уже ничего не заправляют но факт остается фактом что это будка в которой раньше заправляли сифоны действительно существует так ну дальше здесь у нас идет уже заказа заканчиваются доза нет еще вот один до старый есть вот же он тоже это пустот 2 даже по моему вторую по моему более новый ну и железнодорожная больница и дальше идет девятая шестая школа ну когда мы начинали то она была девятая десятая как-то так и потом ее переименовали в шестую чем это связано я не знаю проходите детки проходите может быть у нас же не было шестой школы пятая первая вторая третья 4 5 но ты видишь получилось девятая была украинская 10 было русская и вот таким вот образом да то есть как бы их объединили и сделали одну школу из двух зданий объединили сделали одну школу там я не знаю туда мы заезжать не будем просто так смотрим ну а здесь может что имеем здесь мы имеем фактически это уже этот угол это есть окраина шепетовки дальше идет железная дорога которая всегда жила своей жизнью видите на железной дороге движуха идут поезда переезд закрыт а вот эта улица которую мы сейчас поворачиваем я вот не помню она переименовывалась или нет или как-то она называлась или нет все таки а вот вокзальная чезалезничного я не помню надо посмотреть справа наверно будет лучше видно смотрим что здесь но это в свое время да это все строилось для работников железной дороги номер дома есть залезничная да то есть так она и железнодорожная там заводская где сахарный завод а тут залезничного поэтому как-то вот так вот ну людей не очень много в городе но машин я бы сказал я бы сказал что по меркам небольшого города движение очень активная именно автомобильные машин я считаю много то есть мы тут не в гордом одиночестве вот право опять эти дома но здесь я что-то не припомню чтобы у нас кто-то жил а у нас же еще был этот пятый городок да вот оттуда у нас много кто ездил пятый городок 12 которые возлюбятся комбината там 5 вот оттуда у нас ну они там там топографы это да и там вот да там тоже такой был микрорайончик вот в этом здании была у меня свадьба кафе подделя она против света мы его не увидим нет 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 вот тут вот то что осталось это мы все видим ну здесь я был свой хлебзавод все было сейчас ничего этого конечно нет притом это было порезано вот эти безбашенные 90-е годы когда ну действительно все просто растаскивалась и вот как-то в слову те но там побольше евреев было им удалось все это как бы сохранить в том числе и промы и пивзавод и какую-то промышленности все в шепетовке все растащили как уж так получилось как так произошло ну здесь уже мы не можем не повернуть вокзалу вот эта площадь называется имени кирпы и говорить только благодаря ему вот и сам вокзал и сама площадь приобрели такой вид вокзал отреставрирован и сделан так каким он был когда-то строился но многие жалеют о этих самых о значит был фонтан тут были каштаны было еще что-то но всему свое время не думаю что фонтан бы столько бы времени простоял вот так вот эта площадь поэтому здесь к сожалению освещение нам не позволяет сейчас немножечко против нас мы едем против солнца поэтому ну вот в принципе расклад именно вот такой что касается да наверно повернем все-таки на проспект попробуем уже проедем по проспекту что касается автовокзала то он здесь когда-то был он переехал и автовокзал тоже функционирует там достаточно много рейсов по области вот и не только по области черновцы и киев где такого года так ну вот мы сейчас нет нет в семидесятых точно я помню что автостанцию убрали отсюда в семидесятых я не помню в каком году конкретно но но точно семидесятая года потому что и шепетовки уехал восемьдесят первом году здесь уже никакой автостанции где-то 76 77 год я могу ошибаться но точно это было до олимпиады вот ну и что мы здесь видим здесь видим ничего мы не видим такое освещение что как говорится ничего не сделаешь это да тоже новый дом справа правда его давно построили давно построили сразу все квартиры к пицц на продажу ну вот по последней информации что однокомнатная в районе десяти тысяч долларов в районе то есть просят 12 предлагают 8 ну где-то в районе 10 11 как-то сходятся вот про 2 3 я ничего не слышал вот однокомнатная ну опять же зависит от района но я думаю что цена не сильно уж так уж больно будет отличаться ну что если были какие-то ошибки ну ладно там 12 городок я согласен да ну так вот это все у нас слева храм основа вот так вот сделаем епархия и храм да действительно монументальное сооружение сюда пусть будет что ж теперь вот в принципе пожалуй как говорится и ну справа ресторан господи магазин вопак известный магазин бывший дулова дулова что-то был какой-то болгарский город по братьям этого шапитовки как-то так ну торговля на улице все без проблем возле этого магазина а дальше вы видите что принципе да вот здесь еще не было этого ремонта дороги конечно но и дороги практически нет справа медучилище кто кому кому что интересно тот как говорится увидит и посмотрит да притом он так это единственное заведение было применит шапитовки именно вот такое среднее потому что что-то птву это уже позже было и вот это среднее заведение так осталось до сегодняшнего дня а это все училища там птву это уже все таки было позже здесь сейчас такие работы ведутся по разметке пешеходного перехода ну вот таким вот образом как-то мы сегодня такую небольшую обзорную экскурсию я думаю что мы еще у нас еще есть время мы еще подумаем куда бы съездит хотя принципе я уже когда-то шапитовки все объездил даже на шанхае был но опять же будем все таки от погоды плясать если что значит тогда мы уже примем решение куда бы нам поехать машина есть бензин есть самое что главное время желание вот и все вещь ничем и тряба мы поворачиваем на островского здесь у нас будет промежуточная установка на этом наша обзорная экскурсия будет закончена на это но это только на сегодня молодцы то что тут строится все молодцы